Доброе утро! Служба информации телеканал УТС начинает свой рабочий день в студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о проверке системы оповещений, конкурсе парикмахеров и экологической акции. Завтра утром новосибирцев разбудят сирены. Время запуска сигнала с 9 до 9.15. Управление МЧС предупреждает, это плановая проверка системы оповещения. Резкий звук в городе будет слышно в течение двух минут, а на мониторах, которые установлены в метро и в местах массового скопления людей, покажут заставки с информацией о запуске сирен. Спасатели призывают сохранять спокойствие и не паниковать. В соцсетях развернули кампанию за снятие запрета курения в аэропортах. Россия не требует вернуть комнаты для курения в аэровокзалах. Пользователи ставят лайки под петиции к депутатам Госдумы и пишут комментарии о том, что запрет на курение вызывает стресс и дискомфорт и создает неудобства для некурящих пассажиров. Как сказано в обращении к парламентариям, тотальный запрет на курение привел еще и к тому, что дымить начали в туалетах, создавая пожароопасные ситуации. Кроме того, это привело к снижению уровня привлекательности российских аэропортов в целом. Не остались стороне и врачи, которые констатируют, что человек, зависимый от никотина, может испытывать физическое недомогание и психический дискомфорт при многочасовом перерыве от курения. При этом путешественникам приходится проводить в закрытых зонах аэропорта по много часов, особенно это касается транзитных пассажиров или тех рейсов, которые задерживают. Напомню, запрет на курение в общественных местах действует с 1 июня 2013 года, в том числе на вокзалах, аэропортах и пляжах. И сегодня в экспоцентре стартует открытый городской конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Призеры и участники войдут в сборную команды нашего города и примут участие в чемпионате Сибири и России. Конкурс мастеров индустрии и красоты проходит во время трехдневной выставки косметики, инструментов и оборудования для салонов. Среди участников парикмахеры, мастера по декоративной косметике и маникюру и учащихся в профильных образовательных учреждениях. Соревнования проведут по трем секциям. Жюри представят прогрессивные стрижки, стильные прически, подиумный и свадебный макияж, а также боди-арт. Маникюрные мастера представят свои работы в нейл-дизайне. Сузунские лесники и школьники приняли участие во всероссийской акции «Посади дерево за того парня». О благородных экологических целях мероприятия Евгения Емельянова. Если, допустим, 20-40 минут корневая система находится на свету, то процентов оси будет отпадать. Главное – все делать быстро. Это все, что нужно знать юным натуралистам, чтобы посадить маленькое деревце. С лопатами и в перчатках ребята приступают к работе. Засадить за день вместе с работниками лесхоза им нужно территорию в один гектар. Мы решили принять участие во всероссийской акции «Посади дерево за того парня», который приурочен к 70-летию Великой Победы, нашей Великой Отечественной войне. Мы принимаем эстафету поколений, чтобы должны оставить след и о том поколении, которое ушло, и о себе. Работа, говорят ребята, не тяжелая. Самая трудная во всем – комары. В этом году их, как никогда, много. Но ребята терпят, ведь в лес они приехали добровольно. Сама проявила инициативу, такую акцию. Так как я знаю, что у меня есть родственники, которые воевали, которые не дожили до этой Великой Победы, до этого 70-летия Победы этой. Этот объект природный, который здесь будет создан, он останется в памяти этих детей, которые здесь своими руками производят посадку этих деревьев, которые будут еще расти сто лет. Всего за день школьники вместе с лесничами посадили 4000 саженцев. Теперь сотрудники лесхоза будут следить за ними, обрабатывать, охранять от вредителей. Говорят, дело трудное, но зато через несколько лет на этом месте вырастет лес. У нас доведен план по объеме 30 гектаров. И 150 гектаров дополнения лесных культур, то есть старой культуры, ну не старой культуры, культуры прошлых лет, где сеянцы, часть погибла, мы там их заменяем на новое. Вместе с лесниками школьники выходят на посадку не только во время проведения акций. Они помогают постоянно, и многие после школы идут учиться лесному делу. Сейчас везде леса вырубают, мы их садим. И к тому времени, когда дети вырастут, вот даже мы, когда вырастем, эти деревья тоже будут большими. Евгения Емельянова, Сергей Кушаков, новости ОТС. И на этом пока все. Телефон редакции 23810. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро. Служба информации продолжает свою работу в студии Елены Смирновой. Прямо сейчас расскажем о базе данных российских вузов, о лучших специалистах в сфере красоты и о международной медицинской выставке. Первый студенческий рэнкинг российских вузов, иначе говоря, база данных, появится в 2016 году. Это будет не просто список вузов, отсортированных по нескольким критериям, а социальный навигатор для абитуриентов. В нем будут учтены, например, инфраструктура вуза, качество лекций, семинаров, возможности для занятий спортом, творчеством, условия в общежитии. То есть то, что обычно не указывают в официальных отчетах. Как это будет работать на практике? Каждый абитуриент сможет зайти на портал, нажать на важный для него пункт, например, стоимость учебы, выбрать город, направление обучения. И база построит ему список вузов, и государственные, и частные, и дешевые, и дорогие. Показатели будут основаны на результатах соцопросов студентов, профессионально-общественной и общественной аккредитации вузов. Планируется, что в базу данных попадут 800 высших учебных заведений. И сегодня в Новосибирске стартует конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру. Мастера индустрии красоты сразятся в нескольких номинациях – подиумный макияж, охота от свадьба, фантазийная прическа и боди-арт. В международном выставочном комплексе соберутся не только профессионалы, но и учащиеся в учреждении профобразования. Победители получат почетные грамоты, призы от спонсоров и сертификаты на обучение в школах международного уровня. Но главное – они войдут в сборную команды Новосибирска, а значит, примут участие в чемпионатах Сибири, России, а может даже Европы и мира. Организаторы отмечают, в этом году прослеживается тенденция – мастера индустрии красоты стремятся быть универсалами. Тот же парикмахер старается проходить дополнительное образование, например, по наращиванию волос, по маникюру и так далее. Либо визажист, который много лет проработал, он сейчас дополнительно получает профессию парикмахер и оказывает комплекс услуг нашему клиенту. Отдыхать любят все, а вот убирать за собой немногие школьники Болотнинского района очистили берег из любленного места для отдыхающих – озеро Солдатское. Анна Фомина присоединилась к акции. На уборку берега старшеклассник Вячеслав Козовников пришел без приглашения. Говорит, мусор мешает всем, только убирают его немногие. Поэтому в свободное от учебы время школьник вместе со сверстниками исправляет чужие ошибки. В основном это делается для совершенствования среды обитания, чтобы люди, приезжав сюда, видели, что здесь чисто и хорошо. И мы тем самым подаем хороший пример, чтобы все было чисто и красиво. На борьбу с мусором вышли около десятка ребят. Собирают сначала наиболее опасные для природы мусор. Консервные банки, полиэтилен, железные предметы. За час работы – 10 мешков. В первую очередь, конечно, цель таких мероприятий – это очистка территорий, береговых территорий. Еще, конечно, хочется, чтобы общественность немножко взбудоражилась, увидела, что творится конкретно на озере Солдатское. Чтобы люди приходили сюда с удовольствием, отдыхали с детьми, а не убирали, как мы сегодня. Во время акции навели порядок не только на берегу. Субботники прошли и в городе. Весь мусор, который собрали и расфасовали по мешкам активисты, теперь вывезут на свалку. Анна Фомина, Михаил Кауров, Новости ОТС. В столице региона проходит международная медицинская выставка. О последних достижениях в прикладной медицине и современных медицинских аппаратах для домашнего использования в нашем сюжете. Елатомский приборный завод на рынке 35 лет. И уже четверть века производит физиотерапевтические аппараты. Аппарат Алмаг-01 воздействует с помощью бегущего импульсного магнитного поля. Показаниями к применению являются заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы. Пятиминутное воздействие Алмагом улучшает кровообращение на 300%. В комплект другого аппарата Алмаг-02 входят 4 излучателя для разных участков тела. В меню 79 программ для различных заболеваний. Ишемический, геморрагический инсульт, восстановление после инсульта, внутренние органы, заболевания почек, дискинезе желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки. А этот аппарат, Диамаг, предназначен для лечения заболеваний головного мозга. Применяется при расстройствах сна, при бессоннице, а также при мигрении. Приобрести аппараты Елатомского приборного завода можно в специализированных магазинах и аптеках города. Юлия Федосеева, Константин Менин, Новости ОТС. На этом пока все. Телефон редакции 23810. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро. Служба информации продолжает свою работу в студии Елена Смирнова. Прямо сейчас расскажем о днях науки, о мусорных спорах между жителями и коммунальщиками и о концерте известного скрипача из Австрии. В Новосибирске стартовали Дни науки. Всю неделю будут проходить конференции молодых ученых, презентации проектов и тематические выставки. Сегодня в Первомайском районе откроют интерактивную выставку научно-технического творчества «Настоящее и будущее», где можно будет увидеть роботов, машину времени и понаблюдать за возникновением научных изобретений. А уже 21 мая на площадке перед ГПНТБ всех желающих приглашают посетить город Научбург, где каждый школьник может принять участие в экспериментах и попробовать себя в роли исследователя. Будут работать лаборатории урбанистики, экологии, игровой механики, идей естественных наук и робототехники. Жители Куйбышева возмущены обилием мусора на городских улицах. Коммунальщики уверяют, свою работу они стараются делать качественно, но все усилия сводят на нет сами жители. Мнение сторон выслушала Оксана Тимошенко. Помогать городским коммунальщикам Сергей Михайлович начал не от хорошей жизни. Окна его квартиры выходят на контейнерную площадку, где постоянно горы мусора. Бумажные коробки он собирает и сжигает, а вот с остальным не может справиться в одиночку. Мусорки полные, ну куда кидать? Сюда валить. Сюда хоть 20 контейнеров поставить. Они закидают. За сутки они накидают жестоко. Это ведут частники. Частники приходят, приезжают и на машинах. Машину приводят с такой телегой. Приходят сюда и что с огородов собирают. И что отовсюду собирают. Они валят сюда. В таком состоянии большинство контейнерных площадок города. Да и на улицах, говорят куйбышевцы, порядка тоже мало. ЖКХ плохо работает. Может быть у них мало народу. Значит надо больше принимать народу на работу. Мусора много, даже по центральной улице. А уже где свернешь? Вот этот сквер Рябинушка, как там от мусорных баков вообще много мусора. Нет, нельзя сказать, что чистый. У нас нет культуры. Кто идет, тут же бросают. И сигареты рядом вот стоят. Нет, бросит мимо. Грязный город у нас. Коммунальщики уверяют, вывозят мусор регулярно. Но объемы слишком большие. Контейнеры рассчитаны на жильцов только многоквартирных домов. Они оплачивают эту услугу. Однако по факту используют мусорные баки. Также жители частного сектора и сотрудники торговых точек. Причем бесплатно. Самые плохие мусорные площадки это около 35-го магазина. Потому что там рядом расположен рынок. Кто торгует фруктами и овощами. То есть часть как бы это их мусор. Они почему-то считают, что необязательно иметь договора с жилкомхозом либо с другой компанией, которая будет вывозить этот мусор. Либо вывози ее сам. Немало претензий у горожанок к управляющим компаниям, которые должны следить за чистотой контейнерных площадок. Но об этой обязанности некоторые из них просто забыли. Вообще дворников нет. И плохо метут, и плохо работают. Должны управляющие компании, плюс ТСЖ, ЖСК за вывоз мусора. Два миллиона. То есть в течение трех месяцев люди не рассчитываются вообще. А мы продолжаем возить. При этом коммунальное предприятие несет убытки и задерживает заработную плату своим работникам. Жители же говорят, бороться с ведряными мельницами в одиночку – занятие бессмысленное. Может, пора всерьез заняться этим вопросом и городским властям. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Австрийские сезоны в Новосибирске. В рамках крупнейшего международного проекта в консерватории выступит известный виртуоз – скрипач Еир Клес. Музыкант – специальный гость масштабного концертного турне, которое осуществляет московское трио имени Рахманинова под руководством Виктора Импольского. Еир Клес исполнит знаменитую крейцевую сонату «Ля мажор» для скрипки и фортепиано. Вариации из оперы Мюллера, «Сестры из Праги» и другие произведения. И на этом пока все. Телефон редакции 238.10. Хорошего дня и до встречи. Доброе утро. Служба информации продолжает свою работу в студии Елены Смирновой. Прямо сейчас расскажем о книге, посвященной трудовым коллективам в годы войны и о юбилее Колыванского дома творчества. Истории тех, кто ковал победу в тылу во время Великой Отечественной войны, стали основой книги, которую издали в Новосибирске. На презентации двухтомника, творцы оборонной техники, побывал наш корреспондент Елена Медведик. Первые месяцы войны в Новосибирск эвакуировали 34 завода оборонной промышленности, 4 научно-исследовательских института, несколько строительно-монтажных трестов и проектной организации. Первая и главная цель той книги, которую мы создавали, это было показать людей. Причем не всех людей, а основных творцов. При этом по тексту упомянут очень многие люди. А вот ряд из них выделены в качестве основных творцов. На них даны краткие биографические справки, вы это увидите, и фотографии. Производственных площадей не хватало. Использовали учебные корпуса техникумов, вузов, помещения предприятий легкой пищевой промышленности, административные здания. Это был 41-й год, это был октябрь, ноябрь, зима была очень холодная, и строились так, значит, ставились станки на фундаменты, станки начинали работать, и вокруг возводилось, значит, если это было недостроенное здание, значит, крыша возводилась. В Новосибирск приехали несколько сот тысяч рабочих, инженеров, техников. Специалистов и их семьи размещали как могли. В срочном порядке строили бараки и землянки. В военные годы был создан крупнейший за Уралом центр по производству боеприпасов. Новосибирск произвел для фронта более 125 миллионов снарядов. Авиационный завод имени Чкалова принял на свою территорию пять самолетостроительных и агрегатных заводов из Москвы, Ленинграда и Киева. Во время войны количество заводчан на Чкаловце увеличилось на 16 тысяч человек, а производственная площадь в два раза. Специалисты приезжали со своим оборудованием, со специалистами, которые умели делать самолеты. Размещали, параллельно строили и жилье специалистам, и строили корпуса для выпуска самолетов. Самолеты строили и зимой, и летом в тех условиях, которые были. Рабочих рук не хватало. Привлекали детей. И они старались, выполняли нормы, становились бригадирами, мастерами, многостаночниками. В Сталинградской битве мы победили в одиночку, без союзников. Вот это надо отметить. И победили за счет собственного оружия. Оружие ковалось, которое в том числе и в Новосибирске, и в Новосибирской области, и в других городах и областях. И вклад новосибирца был очень высокий по многим позициям. Новосибирск стал крупным производственным и научно-исследовательским центром и создателем военной техники. Рабочие и служащие проживали в тяжелых жилищно-бытовых условиях, недоедали, но ковали оружие победы. Елена Медведик, Борис Гладких, Новости ОТС. Колыванский дом детского творчества «Ровесник Победы». Ему исполнилось 70 лет. На его стенах более тысячи детей впервые знакомились с ремеслом, которое впоследствии становилось профессией и смыслом жизни, рассказывает Яна Зенченко. Твой веселый, злойкий грим, добром утром, чичи-чичи. Это не просто дом детского творчества, а настоящий дворец. Зданию более 100 лет. Памятник архитектуры. Он только снаружи напоминает о своей исторической ценности. Внутри – современный ремонт. Просторные кабинеты, актовый зал, театральная студия, туристический клуб, музыкальные классы и даже спортивный зал. Тренажеры. Бассейн. Игрушки. Ну а ты, когда приходишь, что ты здесь делаешь? Я рисую. Играю в кухню. Особо в Доме творчества гордятся своими танцорами и вокалистами. Победители многих конкурсов. Они объехали немало российских городов. Впрочем, прославляют Колыванский дом детского творчества все воспитанники, уверяет директор. Так ребята из студии прикладного творчества своими руками создают настоящие чудеса. Их поделки участвуют в разных выставках. Сегодня здесь более 60 кружков, секций, студий и хотят открывать еще. Вы знаете, наша мечта, возвращаясь к истокам сегодняшним, это развитие юнацкого движения. Потому что все-таки наша Альма-Матер – это станция юных натуралистов и техников, когда ребята занимались очень много разведением животных, ухаживали за ними, выращивали овощи, саженцы, цветы. И я думаю, что для современных детей это очень интересное направление. По всему району на базе Дома творчества работают более 30 студий. Большой популярностью пользуется школа раннего развития, где опытные педагоги готовят малышей к школе. Хочет нас, чтобы мы потом в первый класс пошли. Ровесник Победы – Колыванский дом детского творчества, говорят его сотрудники, по-прежнему молод душой. Здесь уверены – впереди долгая и счастливая жизнь, полное творчества и идей. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. И на этом пока все. Телефон редакции 23810. Хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова